Как звучит Сурнэ, Пандури и Доли, теперь хорошо знают жители домов, расположенных рядом с 15-й гимназией. Звуки национальных инструментов раздавались со всех уголков школьного двора субботним утром. А у главного входа отгремел концерт с участием всех народов мира. Сирийцы, корейцы, японцы, норвежцы, немцы и другие три часа подряд пели и плясали. Самый зрелищный номер представила индийская фабрика грез Боливуд. Танцы продолжались и у столов, которые просто ломились от изобилия блюд и напитков. Пир на весь мир устроили родители школьников, они же позаботились о костюмах. А сами ученики выучили рецепты национальных блюд и теперь знают не только культуру народности и их языки, но и интересные факты. Например, что в Пакистане самовар – это национальная посуда. Фестиваль нацкультур проводится четвертый год. Масштабы растут, меняются направления. В прошлом году были представлены национальности, которые проживают в Сочи. Их более ста. На этот раз решили познакомиться с соседями. Мы стали знакомиться с национальностями, с национальной кухней и традициями не только тех соседей, которые граничат с Россией или национальностей, которые живут в городе Сочи, но и все, что находится на планете Земля. Почему? Потому что этот мир будет в руках у наших детей, у наших учеников. И мы понимаем, что этот мир очень хрупкий. Мы хотим, чтобы они сохранили понимание, что мы все очень разные, но мы очень нужны друг другу. Школьный двор 15-й гимназии в этом году смог собрать жителей более 50 стран. Выучить их традиции и культуру в рамках одного урока невозможно. Так, этнофестиваль стал частью образовательного процесса, в котором запланировано еще много интересного. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ.